Ну, я начну с пропаганды, а потом уже буду рассказывать что-нибудь интересное. На самом деле тоже интересно. Значит, смотрите, это результаты опроса в разных странах про отношение к идее биологической эволюции. И людям задавали вопрос, согласны ли они с тем, что человек возник из ранее существовавших видов, или что человек из обезьяны произошли из одного предка. Значит, синие – это доля людей, которые считают, что это верно, красные, которые считают, что это неверно, а желтые – ну или не знают, или им пофиг. Ну, и тут разные страны. Вот Россия. У нее на самом деле забавные соседи. Чуть лучше Соединенные Штаты, чуть хуже Турция. И, ну, можно пытаться понять, почему так получилось. Это хороший график. Значит, это опять-таки тот же самый вопрос, ну, там немножко другой формировки, согласны ли люди, что человек произошел от животных, это проценты. А это результаты такой универсальной контрольной по математике для школьников. Она проводится в разных странах по стандартной методике. Вот определяют, как там школьники понимают математику. Тут точки только некоторые. На самом деле видна довольно хорошая такая линейная зависимость. Вот любимая Турция. С Россией на самом деле забавно, да? Россия – это такая выделенная точка, потому что со школьниками так вроде нормально, а с математикой еще пока, а с эволюцией уже хреново. То есть вот как бы Россия выделяется из общего тренда в пользу, казалось бы, большего ума, да? Я считаю, что математика к уму имеет отношение. Это тоже, значит, картинка. Тут у меня, в принципе, ссылки есть, я думаю, что это правдоподобно. Это вловой национальный продукт на душу населения. А это все та же эволюция. Ну, тут тоже разные страны нарисованы. Тут США замечательный аутлайер. Турция-то опять вот здесь. С Турцией все хорошо. Она где ей положено, она там и есть. А России тут вообще нету, поэтому... А США вот здесь, да? То есть США наоборот, да? Они глупее, чем они должны были бы быть, исходя из вот этого экономического положения. Вот. И, по-моему, это поучительные картинки, но они немножко не очень честные. Потому что вот этот вот вопрос, верите ли вы в эволюцию, он немножко дурацкий по постановке, потому что эволюция это не есть... Это не религия, да? Это не есть нечто, во что надо верить. Это надо понимать. И понимать, как это доказывается, понимать, на каких доводах там и из каких наблюдений эти выводы и эти теории следуют. Там, понимать, какие из них есть выводы, это совершенно другой способ, да? Вот этот вот термин верить, он немножко двусмысленный вот в этом контексте. Да, в отличие от религиозной веры, которая, на самом деле, глубоких размышлений не подразумевает, а подразумевает действительно такое эмоциональное принятие той или иной религии. Ну и вообще, что значит, что человек произошел от обезьяны? Если человек произошел от обезьяны, то почему все обезьяны не превратились в человека, да, например? Или, вот если правильно переформулировать этот вопрос, это утверждение, оно должно было бы выглядеть так, что у человека и обезьян был общий предок, и этот общий предок был похож больше на обезьяну, чем на человека. То есть, если бы случайно изобрели машину времени, мы могли бы на этого общего предка посмотреть, например, человек и шимпанзе, то мы бы сказали, что это обезьяна, потому что, ну вот, по всем признакам, это обезьяна бы и было. И, на самом деле, вот это вот утверждение, это карикатура на Дарвина, как вы, наверное, уже догадались, современная как раз вот книжка «Происхождение видов». И вот это вот утверждение, что человек произошел от обезьяны, это, на самом деле, пример очень глубокого научного предсказания. Потому что к теории эволюции, к эволюционной биологии, на самом деле, более точно, довольно часто предъявляют такую философскую претензию, что это, на самом деле, не наука. Она ничего не предсказывает, а она только рассказывает истории про то, что вроде бы уже случилось. Ну, а если оно уже случилось, то мы можем всегда красивую историю придумать. И, как бы, претензия такая вот, от людей, которые занимаются философией и науки, к эволюционным построениям состоит в том, что они не делают предсказаний. Вот, на самом деле, утверждение о том, что человек произошел от обезьяны, казалось бы, это утверждение, обращенное в прошлое, на самом деле, это пример глубокого предсказания. Потому что предсказание состояло в следующем, когда Дарвин его сформулировал. Я сейчас покажу, смотрите. Что знал Дарвин, когда он это писал? Он знал, что есть человек, это объем черепа, а это миллионы лет назад. Значит, у Дарвина никаких костей не было. Был человек, а был шимпанзе. А утверждение Дарвина состояло в том, что если хорошенько поискать, предсказание более точно, состояло в том, что если хорошенько поискать, то мы найдем промежуточные кости. Мы найдем вот эти вот непрорывную цепочку существ, очень похожих друг на друга, когда они рядом по времени, и сильно отличающихся друг от друга, когда они далеко по времени. И вот эта цепочка соединит нас с шимпанзе. Смотрите, что получилось. Это 1850 год, это как раз год, когда было опубликовано происхождение видов. Прошло 50 лет, нашли неандертальцев. Но они на самом деле наши современники. Я не буду сегодня про это рассказывать, но отдельный сюжет про взаимоотношения наших предков с неандертальцами. Они были богаты. Это очень такая Санта-Барбара абсолютно, если кто помнит, гробыни Изаура. Вот. Значит, нашли кости хомо эректус. Их так тогда не называли, но это вот люди, которые жили примерно миллион лет назад, довольно долго, довольно разнообразные. Тут какое-то движение было. Прошло еще 50 лет, нашли гейдельбергского человека, и нашли австралопитеков. Это уже почти что обезьяны. У них уже маленькая голова, и они старенькие. Прошло еще 50 лет, и у нас больше предков, чем нужно на самом деле. Потому что тут еще куча тупиковых веток. Вот эти вот большие австралопитеки, они на самом деле ни во что не превратились, они просто померли. Вот. И вот эта наша линия, то есть у нас, значит, бабушек и дедушек, а также двоюродных бабушек и дедушек, дофигище. И вот это, на самом деле, предсказание Дарвина состояло в том, что вот все это будет найдено. Если хорошенько искать. На самом деле, тут имеется честный парадокс. Мы гораздо хуже знаем про происхождение шимпанзе. У шимпанзе никаких предков нет. Поэтому, если представить себе шимпанзиного Дарвина, который бы сказал, что вот у нас был общий предок с человеком, вот ему пришлось бы хреново. На самом деле, понятно, почему так получилось. Потому что эти все ребята жили в саванне, там сухо, кости сохраняются. А шимпанзе живут в мокрых джунглях, и там просто все в труху рассыпается моментально. И поэтому мы про предков шимпанзе почти ничего не знаем. Вот. Ну, значит, кому интересно, есть чудесный сайт Anthropogenes.ru. Это не очень хороший слайд, это просто скриншот. Но, в общем, тут вот наше родословное дело. Вот здесь современный человек. Ну, то есть мы с вами. Это вот куча наших, извините, значит, прямых предков. Это вот куча каких-то двоюродных, значит, дядь и тёть. Вот эта вот линия и вот эта линия шимпанзе. И горилл, значит, человека. Ну, тут две на самом деле. Горилла и шимпанзе. Вот. Вот это вот неандертальцы, это денисовцы, это вот всякие взаимоотношения, которые были у наших предков с неандертальцами и денисовцами. У каждого из нас примерно 2% неандертальских генов. Кроме девушки, которая пойдет на половину африканка, у вас 1% будет, потому что африканцев неандертальских генов нет. А у всех остальных примерно 2%. Вот. Ну, а дальше есть чудесная цитата из предыдущего патриарха, что вы там, типа, можете что угодно рисовать, а к нам не вмешиваетесь. Это бы на здоровье, если бы он действительно, если бы он это сказал где-нибудь в другом месте, но сказал он это на образовательных чтениях. То есть это предлагается, на самом деле, школьникам считать, значит, как они считают нужным. И это, чтобы не нарушать ничьих чувств, карикатура американская 1875 года, значит, это вот школьный учитель защищает детишек от церковников, которые, значит, лезут. А вот у этих детишек нет учителей, их защитить некому, их вот сейчас уже все. Еще раз, это американская карикатура 160-летней давности, значит, если какие-то чувства были оскорблены, то очень давно и не мной. Есть другая замечательная цитата из Феодосия Григорьевича Добжанского. Это наш соотечественник, великий американский генетик. Кстати сказать, известно было, что он был таким настолько воцерковленным православным человеком, что ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Это, по-моему, самая ужасно затасканная цитата, которая есть на свете, на всякий случай в биологии. Вот здесь она, например, выложена как мозаика в университете Нотр-Дам. Опять, и где он это сказал? Он это сказал в статье, которая была опубликована в журнале «Американский учитель биологии». То есть он это говорил на самом деле не другим биологам, которые это и так понимают. Он это говорил все тем же учителям, которым предлагается считать, как они хотят. А это тоже картинка. Тут ссылка была, но стерлась. Я опять прошу прощения за качество слайда. Это годы, это церкви, а это школы. Ну, шкала вот одна и та же. Вот. Значит, эта картинка заканчивается в 2014 году. Мне интересно, уже пересеклось или еще нет. Значит, если кто думает... Да, это тоже опять конференция работников образования. На самом деле, не то, чтобы я специально любил мэра Казани. Такой слайд имеет историческое, скорее, происхождение. Просто я эту лекцию, ну, там, что-то, что потом превратилось в эту лекцию, кусками. Я вот впервые как раз в Казани рассказывал там по просьбе коллег. Вот, 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 да. В школах, к сожалению и к удивлению, узнал, что до сих пор преподают Дарвина. Вот это мне очень нравится. Я лично читал в научной литературе. Мне страшно интересно вот посмотреть на эту литературу, которую считает мэр Казани. Есть кто думает... Да, это тоже, это я очень люблю кадра. Значит, цитата. Между прочим, не просто какой-нибудь, значит, депутат, а заместитель председателя комитета по экологии. Значит, это про перепой, а это реклама водки. Нафисно, пришло время сильных. Тот же самый человек. В общем, по-видимому, про перепой он понимает существенно... Ну, хорошо. Если кто думает, что идиотами бывают только мэры и депутаты, так нет. Это бывший... Ну, когда он говорил эту цитату, он был вице-президентом, потом Владимир Евгеньевич долго был президентом ран. Значит, говорят, что он неплохой специалист по теплофизике, я не знаю, я некомпетентен это проверять. Тоже, значит, факты у него накопились. И... Ну, зачем это нужно показывать? На самом деле, для меня это в значительной степени мотивировка вот все эти лекции читать, потому что я человек, который занимается эволюционной биологией. Это моя основная профессия. То, что я буду сегодня рассказывать, это не из моей науки, то есть не из того, что я непосредственно делаю рядом, но... как бы область одна и та же. И... Внезапно оказалось, что вещи, которые там для нас, ну, вот, для людей, которые этим занимаются, там абсолютно очевидно, что их надо публично отстаивать. Что... Такой традиционный стиль вот научно-популярной лекции, которая стоит в том, что я рассказываю что-то интересное людям, которым интересно про это узнать, превращается вот еще в такой, значит, необходимость противостоять довольно жесткому напору, который из разных мест. Возникает. И... Ну, как-то скучно это. Вот, значит, на этом пропаганда временно заканчивается. Там, по-моему, еще пара слайдов каких-то будет, я не помню. И вот это два очень знаменитых дерева Дарвина. Это дерево из записной книжки. Ну, понятно, на листьях какие-то современные виды, а в узлах, соответственно, виды древние. Значит, это... Вот. А это картинка, это единственная картинка из книги «Происхождение видов путем естественного отбора». С точки зрения Алисы, которая в «Стране чудес», «Происхождение видов путем естественного отбора» книжка очень скучная, потому что в ней нет ни картинок, ни диалогов. Ну, более точно, картинка там одна, ровно вот эта, с деревом. А с диалогами там, на самом деле, интересная штука, потому что... Ну, естественно, таких прямых билитрических диалогов там нет, но сама книга написана в очень диалогической манере. Там, например, есть глава, которая специально называется «Потенциальные возражения против теории естественного отбора». Ну и, соответственно, вот Дарвин обсуждает. Вот можно было бы подумать, что... Такой стиль действительно, в общем, диалога. Он сам, так сказать, сам выдвигает потенциальные возражения и сам пытается их обсуждать. Про какие-то он говорит, что да, это сложный вопрос, я пока не знаю, как на него ответить. А в этом смысле происхождение видов очень интересно читать еще с точки зрения стиля, того, как это написано. Вот это современное дерево, совсем вот свеженькое, 15-го года. Значит, что здесь нарисовано? Это дерево растет слева направо, вот у него корень. И это родственные связи змеи и ящериц. Как такие деревья рисуют? Ну, там довольно, значит, классические деревья эволюционные, которые Дарвин рисовал, и там... Другие люди, кстати, идеи эволюции не Дарвин придумал, а то, что виды превращаются друг в друга, и что у разных современных видов может быть общий предок. Это говорили и до Дарвина. Ламарк, например. Вот Дарвинская заслуга, это как раз идея того, что является движущей силой эволюции. Вот идея, естественно, отбора, и она совершенно замечательно удержалась. Но связи между видами или там между более крупными таксонами традиционно делали на основании там либо внешнего сходства, ну, не то, что совсем внешнего, каких-то морфологических характеристик, да, либо физиологии, ну, млекопитающие, те, кто кормит детенышим молоком. А потом стали массово определять последовательности ДНК, и оказалось, что эти же деревья можно строить совершенно другим способом, потому что соображение вот какое. Как в игре воспорченный телефон. Да, у вас есть какое-то, так сказать, сообщение, которое передается с искажениями. И чем больше раундов передачи произошло, тем больше искажений. Но теперь у нас этот испорченный телефон еще как дерево распространяется. То есть у нас накапливаются случайные ошибки, и когда какой-то вид разделился на два, эти ошибки начали накапливаться независимо. И чем больше времени от разделения до современности прошло, тем больше у них этих отличий. Поэтому мы можем взять геномы разных современных живых существ и посмотреть количество различий, ну и прикинуть, что у кого различий мало, те ближайшие родственники. У кого различий побольше, они там двоюродные. У кого совсем много, они совсем отдаленные родственники. И вот то, что я сейчас сказал на пальцах, это можно превратить в такую довольно строгую математическую формулировку и просто вот такие деревья рисовать. Почему я дерево люблю? Потому что оно противоречит тому, что меня учили в школе. И вас, наверное, тоже. Потому что в школе учили, что, ну там бог с ними, с черепахами, но в школе учили, что вот есть ящерицы, есть змеи. На самом деле ничего подобного. На самом деле змеи, вот она ветка змей, она глубоко внутри ящериц. Значит, смотрите, кто здесь есть. Значит, есть хамелеоны и игуаны, их родственники змеи, а потом уже идут сынки и гекконы. Вот они. Да, то есть змеи оказываются на самом деле просто вот веткой внутри, глубоко внутри ящериц. И это прикольно, потому что это показывает, как вот использование молекулярных методов позволяет перестраивать вот такую привычную картину того, кто кому родственник. А самая чудесная история такого рода это история про китов. Ну, про китов понятно, что они млекопитающие, да, это можно наблюдать. Но вот кто ближайшие родственники китов среди млекопитающих понять по морфологии, по физиологии совершенно невозможно, потому что у них настолько специальный образ жизни после того, как они вернулись в воду, что у них все тело перестроилось до неузнаваемости. Ну, по каким-то тонким деталям скелета, сохранившимся, думали, что, наверное, киты ближайшие родственники, то есть, наоборот, ближайшие родственники китов это копытные. Потом пришли вот такие молекулярные эволюционисты, которые стали смотреть на последовательности и сказали, что это не просто копытные, а ближайшие родственники китов это бегемоты, вот они. Вот это вот разные киты, а вот это бегемоты, а вот это уже все остальные, там коровы, олени, кто там антилопы с жирафами, потом свиньи, потом верблюды, значит, вот это вот все кто они, парнокопытные, и то есть киты оказались не просто какими-то далекими родственниками непонятно каких предков копытных, они оказались опять-таки так же, как со змеями, вот как змеи оказались внутри ящериц, так киты оказались внутри копытных, и ближайшие их родственники это просто бегемот. И это была, значит, почему это хорошая история, потому что она началась как такое чисто молекулярное вот такое дерево, построенное по последовательностям, и классические зоологи к этому относились очень недоверчиво, но тогда методы были не очень хороши, построение молекулярных деревьев, там не безумно надежные, там бывали какие-то чудесные ляпы, ну и как-то, ну где, ну вот бегемоты, вот киты, что там общего-то. Вот, и несколько лет эту теорию довольно жестко обсуждали, а потом нашли кучу промежуточных костей, но это не сами кости, это реконструкция того, как эти зверюшки выглядели, значит, вот это вот общий предок китов и бегемотов, он так вот размером с крупную собаку, вот он где-то бегал по отмели и кого-то мучил. Значит, это следующий зверь, который уже полез в воду, значит, кого-то ловить, вот он тут пытается там какую-то рыбку несчастную, но, значит, дальше все понимают, что бегать в воде это не самый удобный способ передвигаться, и много рыбы не наловишь таким способом, да, если бегать по дну, сопротивление большое. Значит, вот они уже перестали бегать, начали плавать, вот отрастили перепонки на лапах, вот они начали растить этот здоровый хвост, вот уже задние лапы почти что атрофировались, хвост растет, вот уже передние лапы превратились, передние уже теперь не лапы, а ласты, но они на самом деле превратились уже, так сказать, он ими не гребет, а только рулит. И это уже почти современный кит, да, вот он плывет за счет хвоста, управляет за счет передних ласт, от задних конечностей вообще ничего не осталось. И вот все вот это чудесное последовательность промежуточных форм, она палеонтологами была открыта после того, как было нарисовано молекулярное дерево. Да, там просто в Китае оказались какие-то чудесные залежи вот этих вот древних предков китов. Ну, а дальше мы можем теперь объединить молекулярное дерево и такое морфологическое дерево, геопалеонтологическое, потому что ну, от вот этих вот древних предков китов ДНК-то у нас не осталось, у нас только кости есть, а в них уже все разрушилось. А от этих у нас, вот от современных у нас вполне есть ДНК, да, нарисовать общее дерево и посмотреть, где на этом дереве возникали какие приспособления вот к жизни в воде и там питанию так как у китов, да, там массовой фильтрации больших объемов воды. Ну, вот можно перерисовать, ну, это то же самое перерисованные, ладно, бог с ним. В общем, как киты уходили под воду с точки зрения морфологии, мы теперь довольно хорошо понимаем. А дальше оказывается, что мы можем еще и на физиологию посмотреть, потому что, значит, в чем основное такое физиологическое приспособление, которое нужно для того, чтобы быть крупным водным животным, значит, надо уметь задерживать дыхание, да, чтобы нырять. Ну, потому что бессмысленно жить в воде и всплывать каждые две минуты подышать, да, там, не наловишь никого, да, с голоду помрешь. и вот оказывается, что это тоже можно померить, посмотреть, как киты под воду уходили с точки зрения задержки дыхания. Для того, чтобы задерживать дыхание, можно двумя способами. Первый способ это просто затормозить все метаболические процессы, да, чтобы кислород ни на что не тратился. Но эта идея тоже какая-то не очень хорошая, потому что зачем, значит, залезать в воду, чтобы там в каким-то полуомбручном состоянии как-то еле-еле передвигаться, тоже, в общем, никого не наловишь и в чем представительная роль непонятно. А второй способ это запасать больше кислорода. А как запасать? Ну, например, можно иметь очень большие легкие. Эта идея хорошая, но с очень большими легкими не нырнешь. Да, это будут нелегкие оплавательный пузырь и все. Поэтому давайте запасать кислород в тканях. Значит, есть специальный белок миоглобин, он родственник гемоглобину, но такой очень древний, который, он по структуре на гемоглобин похож, и его функция в том, что он запасает кислород в мышечных тканях, мышцах. Ну, поэтому так и называется миоглобин. Ну, давайте сделаем так, чтобы в клетках было больше миоглобина. Тогда мы больше кислорода сможем запасти. Тоже не получается, потому что это уже молекулярная биология. Если у вас очень много какого-то белка, то молекулы начинают слепаться друг с другом, агрегируют, и вместо такого нормального рабочего белка у вас получаются какие-то безобразные комки, которые, к тому же, для клетки токсичные, да, клетка мрет, когда в них много таких комков. То есть сделать слишком много миоглобина мы не можем, потому что молекулами миоглобина начинают слепаться. Но можно сделать по-другому. Можно сделать так, чтобы эти молекулы не слепались, потому что мы сделаем дальше аминокислоты, это такие элементарные кирпичики, из которых состоят белки. Среди них есть заряженные. И давайте мы сделаем так, чтобы на поверхности миоглобина были заряжены аминокислоты, тогда просто по электрическим причинам молекулы будут расталкиваться. Да, они не смогут слишком тесно взаимодействовать. И мы сможем их больше напихать, они не будут слепаться. Теперь смотрите, значит, я сделал некоторый фокус. Я вам всю эту чудесную историю рассказывал с точки зрения верховного генного инженера. Да, что вот сидит кто-то, кто думает, дайте-ка я приспособлю китов к тому, на самом деле происходило не так. Я сейчас попробую переформулировать. Биологи все время в этих терминах разговаривают. Это такой фольклор. Значит, бактерия завела себе эти гены, потому что ей нужно то-то и то-то. Все это говорят. Я, что бактерия себе ничего не заводила. Происходят случайные мутации. Когда бактерия завела гены, я, по-моему, про это расскажу. Это горизонтальный перенос, это отдельная чудесная байка, ближе к концу будет, если успеем. То есть, они оказывались полезными. Например, те, которые увеличивали поверхностный заряд миоглобина. Зверюшка, у которой эта мутация случилась, она могла чуть дольше нырять. Соответственно, там больше рыбы ловила, лучше питалась, больше нравилась девушкам или наоборот юношам, имела больше потомства. Соответственно, мутация распространялась. Биологи говорят, поверхностный заряд миоглобина появился, потому что им надо было. На самом деле, ничего подобного. Он появился в результате случайных мутаций и вот этого самого дарвиновского естественного отбора. Теперь, почему правда то, что я рассказал? Потому что это можно померить. Вот теперь у меня дерево млекопитающих, эволюционное, вот значит, общий предок млекопитающих, это дерево растет вот туда, вглубь. Ну, вот это вот утконос. Дальше следующая ветка, это сумчатые. Ну, это наши привычные плацентарные млекопитающие. А высота ветки, ну и цвет заодно, чтобы лучше было видно. Это как раз поверхностный заряд меоглобина. И он у всех, в общем, какой-то более-менее стандартный, а большой он у китов и вот здесь где-то бегемоты, которые их родственники. Он большой у всяких моржей, тюленей, морских котиков, вот этих вот чудес, а у остальных хищных млекопитающих он, значит, опять-таки низкий. Опять, никаких ластоногих на свете нет. Ластоноги – это просто маленькая группа внутри отряда хищных. Там их ближайшие родственники – это куньи, по-моему, куницы, хорьки, вот это все. Вот, это тоже стало ясно там, в частности, путем анализа молекулярных данных. Вот это бобры среди всех грызунов, которые тоже, значит, долго ныряют, и это все современные, значит, ныне живущие зверюшки, у которых поверхностный заряд миоглобина можно просто померить в эксперименте. Но дальше есть такое чудесное наблюдение, что нам не надо мерить поверхностный заряд миоглобина, на самом деле, достаточно знать просто его последовательность. Потому что я уже говорил, что это очень древний белок, и последовательность его может меняться, и свойства могут меняться, но его структура абсолютно стандартная. Вот если вы возьмете разные миоглобины из разных зверей, то в пространстве они будут свернуты совершенно одинаковым образом. А это значит, что если у меня есть какой-то миоглобин, и я вычислительный биолог, который, значит, никогда в жизни пробирки в руках не держал, то я могу взять эту последовательность, так как в матрицу положить ее в эту стандартную структуру, и поверхностный заряд миоглобина просто посчитать. Ну, дальше я могу это сравнить с экспериментальными данными, чтобы убедиться, что я считаю современными, чтобы убедиться, что я считаю правильно. Очень хорошо, значит, мне теперь сами молекулы миоглобина не нужны, мне достаточно знать последовательность, чтобы определить поверхностный заряд. А дальше оказывается, что современные методы построения вот этих вот деревьев, они заодно восстанавливают последовательности во внутренних узлах. То есть, мне не нужна вот эта вот древняя зверюшка, чтобы выделить у нее ген миоглобин и определить последовательность белка. Я могу эту последовательность реконструировать, зная последовательности современных животных, которые были ее потомками. Теперь оказывается, что я могу посчитать поверхностный заряд миоглобина не только у современных зверюшек, но и у их предков, которые все давно вымерли. А дальше есть такая чудесная картинка. Опять я прошу прощения за качество. Дальше оказывается, и это как тоже видно на современных зверях, что есть простая формула, которая связывает массу тела, но более точно логарифм массы тела. Максимальную продолжительность вдоха и вот в этом направлении перпендикулярно этим красным линиям поверхностный заряд миоглобина. Здесь тоже логарифм, кстати. Логарифм массы тела, логарифм продолжительности вдоха и поверхностный заряд миоглобина. Просто линейная формула. Я могу вот кружочки это современные разные зверюшки. Ну вот они бегемоты там. Вот здесь киты. А вот эти пустые треугольнички это предки китов. Потому что смотрите, поверхностный заряд миоглобина мы у них можем посчитать вот этой молекулярной реконструкцией, то, что я рассказал только что. Массу тела мы можем посчитать, ну потому что у нас скелеты есть. По скелету палеонтологи вполне могут оценить массу тела. И теперь оказывается, что мы знаем сколько времени вот все вот эти вот общие предки китов и бегемотов, вот он здесь, мы теперь знаем сколько времени эти самые предки китов могли в воде проводить. Не только как они выглядели, но и значительно что-то знаем про то, как они жили. Ну вот такая история. Я не знаю какая из этого мораль, но кроме той, что действительно можно что-то интересное говорить про вымерших зверей. В общем, машина времени в каком-то смысле. А можно залезать совсем далеко. есть такой чудесный астробиологический институт Национального аэрокосмического агентства США, который, как следует из его названия, занимается изучением жизни на других планетах. Проблема в том, что не то, что мы не можем изучать жизнь на других планетах, потому что у нас нет никакого способа это делать, мы вообще-то не очень хорошо знаем, она бывает или не бывает. Это никого не остановило, потому что там какие-то есть люди, которые пытаются эту жизнь найти или какие-то ее признаки. А есть люди, которые прям берут и изучают. Вот Эрик Гоше, один из этих людей, он говорит следующее, очень хорошо, никаких других планет у меня в доступности нет, но я могу смотреть, что было на Земле 3 миллиарда лет назад. Совершенно другая планета, там все другое, температура другая, состав суши нет вообще, ну или там почти нет, состав океана совершенно другой, состав атмосферы совершенно другой, в общем по всем статьям другая планета. Вот мы ее и будем изучать, как там все жили. Да, 3,5 миллиарда, вот. А изучают это они следующим чудесным образом. Давайте мы возьмем белок, он называется фактор лангации трансляции и FQ, что совершенно не важно для наших целей. Важно то, что этот белок очень важный, есть у всех, очень консервативный, очень медленно меняется, структура одинаковая у всех. То есть та же самая история, как с меоглобинами, только времена вместо десятков миллионов лет, миллиарды лет. давайте мы возьмем эти белки из современных, но здесь бактерий в основном, вот здесь вот мы где-то вот тут, а это все больше бактерий. Но это на самом деле разумно, потому что там первые миллиарды лет там никого кроме бактерий не было. и возьмем последовательность этого белка, реконструируем вот эти предковые последовательности, а потом померяем, при какой температуре этот белок работает лучше всего. И тут тоже на самом деле абсолютно дарвиновская идея в основе этого лежит, значит, что температурный оптимум фермента, то есть вот белка, который катализирует какую-то реакцию, соответствует температуре, при которой живое существо, из которого этот фермент взят, живет. Ну и понятно, почему, потому что если температурный оптимум будет сдвинут относительно температуры, в которой ты живешь, то любая мутация, которая температурный оптимум приблизит к этой самой температуре внешней среды, окажется хорошей, и естественный отбор ее будет закреплять. Это та же самая идея. Наоборот, если я живу, и мой температурный оптимум соответствует той температуре, в которой я живу, я не очень хороший пример, потому что я теплокровный, у меня все искусственное. Но теплокровных мало, бактерий теплокровных уж точно нет. Соответственно, мутация, которая сдвигает температурный оптимум от температуры, в которой я живу, она будет плохой. Естественный отбор будет носителей таких мутаций выбраковывать. Опять, это как бы теоретическое соображение, экспериментальное подтверждение этому теоретическому соображению находится легко. Мы просто берем кучу-кучу ферментов из разных живых существ, меряем их температурный оптимум, ну и радость обнаруживается, что да, это температурный оптимум, это та температура, при которой это существо чувствует себя лучше всего. Ну вот, мы берем эти самые белки из современных бактерий, реконструируем эти белки у предка, а дальше вычислительная часть заканчивается, потому что я не умею, никто не умеет посчитать температурный оптимум по последовательности, даже по структуре никто не умеет. Но дальше мы можем сделать относительно простой геноинженерный эксперимент. Мы можем просто сделать этот белок, взять кишечную палочку, поменять у нее аминокислоты, так, чтобы теперь этот белок был не такой, как был у кишечной палочки, а такой, как был у этой предковой бактерии. Ну а дальше можем его выделить и температурный оптимум просто померить. Ну они это и сделали, и оказалось, что температурный оптимум вот этого белка это где-то вот в районе 70 градусов, но там были всякие вот у кишечной палочки как следовало ожидать примерно 30, ну, мне хочется сказать 36,6, но это не совсем будет правда, но в общем где-то вот здесь вот, между 30 и 40, все как положено. Вот, там много всяких контролей было, чтобы доказать, что это было сделано аккуратно. В общем, что оказывается? Оказывается, что температурный оптимум общего предка всех бактерий это вот примерно в районе, здесь написано, в районе 60 градусов. Ну, на самом деле, если у нас очень много, это следующая статья той же группы, если у нас очень много разных видов, то мы можем еще во внутренних ветках этого, во внутренних узлах этого дерева, то есть не только вот у самого общего предка, а еще во внутренних узлах этого дерева померить, вот эти температуры здесь написаны. Ну, это то же самое, только другим способом дерево немножко построено. А теперь вот что получается, когда мы это пытаемся сопоставить с другими данными. Значит, это время назад, то есть это 3 миллиарда лет назад, соответственно, жизнь возникла где-то вот здесь. Ну, собственно, вот последний общий предок бактерий, про которого мы можем что-то говорить, он где-то вот здесь вот и жил. А это, значит, температура. И вот эти вот кружочки, это температурные оптимумы. Почему здесь, значит, температурный оптимум меряется в эксперименте совершенно однозначно. Тут никакой проблемы нет. Время этого внутреннего узла, оно на самом деле не очень точно устанавливается. Вот эти вот длины внутренних веток в этом дереве, мы не очень хорошо их знаем, поэтому на самом деле тут каждый внутренний узел немножко размазан по времени. Но это здесь и нарисовано. А вот эти две полос, две линии, это температура мирового океана, которую меряют геологами по соотношению изотопов кислорода в осадочных породах вот соответствующего времени. Совершенно не знаю, как это делается, но вот у геологов это есть. Ну, а дальше, и это просто из двух разных работ взята вот эта вот оценка температуры назад. Ну, и, в общем, совпадение вот этих вот данных, которые получены анализом реконструированных древних белков с тем, что получается у геологов, не хуже, чем у геологов друг с другом. Да, в этом смысле совершенно независимым образом оценки оказываются совершенно одинаковыми. То есть, оказывается, что, глядя на последовательности современных белков и реконструируя последовательности старых белков, мы можем изучать не только древнюю биологию, но и древнюю геологию, например. Что тоже ну, здорово, я не знаю, всегда интересно, когда один и тот же результат получается совершенно независимыми методами. Это что у нас со временем? Ну, давайте покажу. Это маленький кусочек, значит, и я люблю это рассказывать, потому что, как Дарвину, было бы приятно. Значит, я всегда утешаюсь. Значит, эта история вот про что. Это как бы про историю науки история. Что известно, что... Ну, там все знают, опять-таки, из школьного учебника, что Дарвин начал задумываться про эволюцию, про естественный отбор на Глопогосе, значит, когда он наблюдал разные виды бьюрков на разных островах. Да, они так называются, Дарвиновые бьюрки. Вот. Такие чудесные создания. У них там новый вид недавно образовался. Там самет залетел на другой остров, и вот его потомки скрещивались с теми, вот, кто там жил все время, и образовали новый вид. Они теперь скрещиваются только друг с другом. Отличаются от всех остальных. В общем, просто на глазах, да, это случилось там за несколько десятков лет. Вот. На самом деле, там были другие поводы задуматься. И вот одним из поводов задуматься, дневники Дарвина посмотреть и книжку почитать про путешествие натуралиста на корабле Бигль. Значит, ну, вот это вот, значит, этот самый корабль Бигль, это карта его путешествий. у него вообще, так сказать, основное занятие был такой немножко шпионаж, потому что, он описывал вот эти самые гавани и судоходство в Южной Америке, вот где-то фолькленды, значит, вот это, сейчас, нет, это огненная земля, сейчас, я что-то глупо пытаюсь сказать, бог сей ладзи географии, вот, ну, в общем, это, сказать, британская империя, значит, середина 19 века, это вот то время, когда она пыталась контролировать все, вот, ну, Дарвин там был натуралистом, и вот, значит, пока капитан Фицрой, значит, вот все эти лоцманские карты делал для всех этих бухт, значит, Дарвин ходил и собирал кости, вот звездочками, вот здесь он собирал кости, и вот здесь, значит, это Патагония, такой уже самый юг Аргентины, а это устье Ла Платы, а, значит, треугольники, всякие другие фигурки, это современные кости, которые тут собрали, на чем там фишка, а фишка там в том, что там были колоссальные вымершие копытные, и вот эта вот идея, что в Америке были крупные копытные, а потом вымерли, вот, это был один из источников, один из поводов для Дарвина задуматься, а как вообще происходит вот вымирание видов, появление новых видов, там, смена одних видов другими, и это реконструкция современная, естественно, значит, ну, вот, значит, краска, значит, цвет, это, конечно, фантазия художника, а вот общий вид, значит, был вот такой чудесный зверь, значит, общий вид, он по костям восстанавливается довольно хорошо, но этих костей много, это не дефицит, там можно действительно полные скелеты собрать из них, вот, значит, был вот такой чудесный зверь, и был вот такой чудесный зверь, а они вообще кто? И, значит, люди любили, значит, рассуждать вот эти вот, вот они парнокопытные, не парнокопытные, так сказать, ну, вот какие-то копытные видно, но, там, вот опять-таки, кому они ближайшие родственники, или там друг другу, и по костям, только по костям это было сказать трудно, потому что они все-таки достаточно специального вида, а дальше оказалось, что в этих костях сохранилось, правда, не ДНК, а белки, но это, честно, более трудоемкий опыт определить последовательность белка непосредственно, вот не через ген, который его кодирует, этот белок, а непосредственно определить последовательность белка по фрагментам, но люди это сделали, значит, выделили белок, ну, фрагменты белка, сам белок разрушился, коллаген, это такой основной белок соединительной ткани, в общем, белок, которого в нас больше всего. Построили дерево, это две разных статьи, которые вышли почти одновременно, и вот они, эти чудесные зверюшки, вот они, значит, их ближайшие родственники, это непарнокопытные, да, вот лошади, кто здесь, топир, носорог, и, ну, они такие довольно базальные, да, они рано от всех остальных непарнокопытных отделились, ну, вот это такое же, вот они здесь, вот они, значит, вот это вот, непарнокопытные, это парнокопытные, вот опять киты с бегемотами, вот здесь, там, ближайшие родственники к копытным, это вообще летучие мыши, если что, ну, в общем, там много всего прикольного на этих деревьях можно смотреть, значит, почему я эту картинку люблю, потому что, вот эта вещь, которая, это такая немножко сентиментальная, вот эта вещь, которую там, значит, дедушке дарю, но было бы интересно узнать, вообще говоря, да, вот, потому что он действительно над этими зверюшками много размышлял. На самом деле, сейчас все были истории про историю, на самом деле эволюцию можно изучать экспериментально тоже, только нам нужны какие-то живые существа, у которых поколения меняются быстро, ну, потому что изучать эволюцию слонов, это сам раньше помрешь, прежде чем что-то произойдет, да, вот, а у бактерий, там, кишечной палочки, поколения в хорошей ситуации меняются раз в 20 минут, и вот есть такой чудесный человек, Ричард Ленский, вот этот, который делал следующее, это тоже он, но это постановочная фотография, по-видим, все-таки, значит, он делал следующее, он просто вел несколько линий кишечных палочек, пересевал там раз в несколько дней, и еще каждые несколько поколений, каждые там тысячу поколений, образец морозил, значит, кишечные палочки замечательные, их можно заморозить, они в холодильнике пролежат сколько надо, потом можно их выделить, они опять будут живые, можно их изучать, всякие опыта ставить, и вот это вот, значит, много-много чашечек Петри с этими кишечными палочками, у нас, сейчас уже, наверное, почти год назад, значит, рассказывал человек на нашем семинаре какую-то задачу, не имеющую к этому отношению, тяжелая была задача, замечательную фразу сказал, что, так сказать, это был тяжелый проект, на него пришлось потратить несколько аспирантов, но так вот аспиранты, которые сидели в зале в этот момент вздрогнули, он заметил, говорит, не, не, ничего, они там хорошо опубликовали, защитились, ничего, все нормально, вот на этот проект тоже пришлось потратить некоторое количество аспирантов, но дальше оказывается, что можно делать всякие чудесные вещи, потому что, ну, например, у него оказалось, вот он здесь, это поколение, вот тут все началось, это сколько мутаций случилось, и вот где-то вот здесь, например, появилась бактерия, там через 30 тысяч поколений появилась бактерия, которая может питаться цитратом, лимонной кислотой, а вообще говоря, для кишечной палочки этой способности не имеет, эволюционно это очень выгодно, потому что цитрат является отходом, это то, что другие кишечные палочки выделяют в среду, если научился этим питаться, ты сразу избавляешься от конкурентов, у тебя уникальная ниша, да, ты в ней там царь горы, вот, и это, ну, не то, чтобы это был новый вид, конечно, нет, но, в общем, это такая новая физиологическая способность, которая получилась просто действительно от результатов случайных мутаций, там очень смешная история была с этим цитратом, потому что, вот этот штамм цитратный, он появился, и долго, значит, вот у них, как бы теперь было два штамма, значит, вот в этих культурах, один обычный, с которого стартовали, а второй вот этот вот, который питался отходами обычного, и они так вместе существовали, им было хорошо, а потом цитратный штамм пропал, ну, и возник естественный вопрос, он пропал, потому что он не выдержал эволюционного соревнования в конечном счете, или это случайность, вообще что случилось, а прелесть этого эксперимента в том, что вы, как в компьютерной игре, вы можете сделать ресет, и с запомненного состояния стартовать заново, ну, потому что вы просто достаете из холодильника, значит, пробирку в соответствующую поколению номер 25700, и стартуете с той же точки, и они взяли, значит, откатили назад, стартовали 10 независимых линий, обнаружили, что нигде цитратный штамм не пропадает, то есть на самом деле это устойчивое состояние, когда два штамма существуют, а то, что он исчез, это какое-то вот необъяснимое явление, посмотрели лабораторные журналы и обнаружили, что у них вот примерно в это время хитвейв был, значит, была там неимоверная жара, значит, в этом самом, я не помню, в каком он университете этим занимается, и еще кондиционеры отказали, в общем, там просто температура в лаборатории была существенно выше, чем обычно, и по-видимому, кстати, они, по-моему, этого опыта не сделали, хотя он очень напрашивался, по-видимому, этот цитратный штамм, он нормально, значит, существовал при обычной температуре, но не был устойчив к тепловому шоку, и вот эта вот жара, которая является вообще случайностью, вот она его, так сказать, и убила, а когда они стартовали заново, там все было хорошо, кондиционеры работали, и, соответственно, они так долго существовали вместе, и вот эта эволюция, к молекулярной эволюции, которую люди там массово сейчас изучают, мы тоже немножко, тут, сейчас замечаете, тут в какой-то момент появилась линия, вот мутаторная, в которой мутации стали накапливаться гораздо быстрее, там просто сломался, там один из белков, которые проверяют точность копирования ДНК при делении, соответственно, мутации стали, случайные мутации стали, перестали отбраковывать, перестали исправляться и стали накапливаться быстрее, вот, вот, а можно смотреть, в каких именно местах эти мутации возникают, в общем, там много всего чудесного, можно делать вот этот маленький кусочек того, что мы пытаемся делать с этой наукой, да, это вот эти вот самые цитратные штаммы, я, собственно, про это уже рассказывал, и уж хоть скоро мы свалились в эволюцию бактерий, да, это, значит, почему вот этот вот эксперимент Ленского такой замечательный, потому что это на самом деле действительно пример попытки завести всю вот эту вот эволюционную машинку прямо сейчас, да, и смотреть вот все промежуточные стадии, как это на самом деле реально происходит. А эволюция бактерий, это вообще говоря, наука важная и хорошая, потому что такой самый яркий пример эволюции бактерий, который на наших глазах происходит, это появление устойчивости к антибиотикам у патогенов. Откуда она получается? Ну, там, на самом деле, разные механизмы, но один из основных это горизонтальный перенос генов. Бактерии, многие бактерии, умеют поглотить кусочек чужой ДНК из среды, но его не съесть, а вставить в свой геном. Значит, в данном случае слово «умеют», оно такое немножко антропомортое, но совершенно правильное, да, просто есть специальный механизм, так делают. Почему эти механизмы хороши, полезны, да, а почему они эволюционно устойчивы? А потому что они включаются в ситуации, когда бактериям плохо, да, например, еда кончается. Ну, и тогда очень естественно, там же, значит, в любой, сказать, там лужи, там ДНК все время плавает, потому что там кто-то помирает, соответственно, там оболочки лопаются, его ДНК выходит наружу. Мы представим себе, что я бактерия, которая там питалась глюкозой, и, значит, лап в какой-то луже, где там, не знаю, на винограднике, где было много глюкозы, и было мне хорошо. Потом меня стало очень много, я всю глюкозу съел, стало голодно. А в этой же луже плавал кто-то, кто умеет питаться, там, я не знаю, лактозой, да, а там еще, скажем, коровы бегали, и иногда молоко проливалось. И если я вот эту вот глюкозную бактерию вставлю себе в геном несколько генов, которые необходимы для питания лактозой, то я, значит, с голоду не умру, потому что глюкозы моего старого субстрата нету, а новый субстрат есть, он замечательный. Ну, я там буду соревноваться с другими, которые потребляют лактозу, но это уже другая игра. То есть, вот эти вот механизмы встраивания, это как бы есть точечные мутации, которые чуть-чуть белок меняют. Но то, что с миоглобином происходит, да, это как бы один механизм эволюции. А еще бывают такие очень крупные события, когда просто гены строились новые. И у бактерий это происходит сплошь и рядом. Есть всякие, например, гены, которые позволяют, значит, система вирулентности есть, которые тоже, значит, у разных бактерий по-разному устроены, довольно сильно путешествуют. Система вирулентности очень полезная штука, потому что она позволяет бактерии кого-то мучить. И, так сказать, не из садизма, а для того, чтобы его есть. Да, там, патогеном быть, ну, так вообще говоря, хорошо. Но для того, чтобы, скажем, прицепиться там хозяину, или там его опознать, или там капитей, или там внедриться в хозяйскую клетку, значит, нужны специальные белки. И, опять-таки, вот эти вот островки вирулентности, они тоже между разными видами бактерий путешествуют, значит, разные бактерии с ними пытаются экспериментировать, устраивать их в свой геном. И вот есть система устойчивости к антибиотикам. Опять, это какие-то гены, они либо разрушают антибиотик, либо они его из клетки, значит, он естественным путем там через мембрану как-то проникает, они его выкачивают обратно. Там есть разные механизмы, но вообще есть белки, которые, значит, придают бактериям устойчивость к антибиотикам. И эти системы устойчивости, они, на самом деле, очень древние. Потому что история с антибиотиками, она же началась не с Флеминга. Ну, с точки зрения человечества эта история началась с Флеминга, когда он пенициллин выделил. Но на самом-то деле как бы Флеминг пенициллин не изобрел, а именно открыл. В том числе, что пенициллин всегда был. Вот в почве, вот в местах, где много разных микроорганизмов, там идет непрорывная химическая война. Они все время друг друга пытаются убить, во-первых, чтобы избавиться от конкурентов, а во-вторых, чтобы питаться тем, что вот из него пролилось, когда он помер. И там есть всякие системы, яды, которыми, вот антибиотики, собственно, которыми они друг друга убивают. Ну и, соответственно, у почвенных бактерий есть куча приспособлений для того, чтобы от антибиотиков защищаться. Ну и опять, просто потому, что те, у кого этих приспособлений не было, они не дожили. Да, их там кто-то давно убил и съел. А у патогенов этих систем в общем не было. Потому что патогены, он какой-нибудь стриптококк. Но он там живет в нас, мучает нас, у него куча приспособлений, чтобы мучить нас. Но никаких конкурентов других бактерий, с которыми надо конкурировать за то, чтобы нас ловчее мучить. У него в общем нету особенно. Да, но у вас есть уж ангина, так ангина. И бактерии так устроены, у них очень экономные геномы, и то, что им непосредственно не нужно, оно довольно быстро из генома исчезает. Опять, там все время происходят перестройки геномов, какие-то куски выкидывают, если выкинулось что-то важное, то ты помер и про тебя никто не узнал. Если выкинулось что-то, что не нужно, замечаете, у тебя геном стал меньше, ты быстрее делишься. Значит, если ты быстрее делишься, то за одно и то же время у тебя будет больше потомков, и у тебя будет больше потомков, ты завоюешь в бактериальный мир. Все очень хорошо, да? Полезно иметь маленький геном. И соответственно, у патогенов, у них вот большое разнообразие факторов фирулентности, и в общем не было особенно систем защиты антибиотиков. Мы открыли антибиотики, стали их использовать, появился новый фактор отбора, которого раньше не было. И оказалось, что опять-то, есть много разных механизмов, но вот в частности оказалось, что частота горизонтальных переносов между разными генов, между разными видами бактерий такова, что к любому антибиотику да, а резервуар этих самых защитных систем, он очень большой в природе, да, в почве, там, вы или где угодно, что оказалось, что лекарственная устойчивость с дикой скоростью появляется. Да, это вот ужасная картинка, значит, мы придумываем новые антибиотики, и тут же появляются устойчивые штаммы. И вот с какой скоростью они появляются, значит, это годы, а это доля резистентных доля резистентных штаммов в больницах, да, то есть у людей, которые обращаются, вот это вот, сейчас, кто это, синенький, это метицелинустойчивый стафилококк, а это США, значит, это какой-то 2005 год, уже больше половины, значит, метицелин, это антибиотик последней линии, его применяют, когда ничего другое уже не помогает. Значит, кто-то здесь, вот тут, значит, позднее они появились, это ванкомицинустойчивый энтерококк, тоже такая больничная инфекция, довольно плохая, и это псевдомонсороги, ну, в общем, в основном больничные инфекции, они таких людей немножко с подавленным иммунитетом возникают, но что устойчивость возникает и распространяется очень быстро, ровно потому, что есть вот этот вот фактор отбора, это такая страшилка чудесная, это множественный лекарственно устойчивый туберкулез, его доля в разных странах, вот в России по оценкам значит, уже больше 18 процентов, то есть, если не дай бог кто-то заболел туберкулезом, то с вероятностью примерно 1,5, значит, его можно лечить только как Антона Павловича Чехова, значит, кумысом и свежим воздухом, все, да, антибиотики уже не помогают. Но это тоже мультирезистентный в российской популяции. Сейчас я объясню, почему-то, сейчас вернусь к этим слайдам, я расскажу, почему так получается, почему именно в России именно туберкулез. А дальше получается вот что, значит, если у нас с такой нечеловеческой скоростью появляется устойчивость к антибиотикам, то есть антибиотики очень быстро устаревают после того, как их ввели в клиническую практику, то фармацевтическим компаниям совершенно неинтересно новые антибиотики делать, потому что расходы на разработку большие, а время жизни лекарства маленькое, активного применения лекарства оказывается маленьким. И, значит, лекарства уже дорогие не потому, что их дорого сделать. Вот производство лекарства, когда оно уже известно, это штука обычно довольно дешевая, даже для каких-то сложных лекарств. Но фармкомпании закладывают в цену лекарства затраты на разработку. А там соотношение ужасное. Там из ста веществ, которые берутся в работу, там до аптеки доходит одно. То есть на самом деле лекарства дорогие, не потому что фармацевт, ну, то есть фармацевт, конечно, злобное, но, значит, причина в том, что в цену всякого лекарства заложена разработка 99, которые вот не дошли, там, каким-то причинам не дошли до аптеки или до больницы. И если у вас лекарство, которое какой-нибудь статин, да, человек начал принимать и потом всю жизнь будет принимать, или Виагра еще лучше, то, значит, оно хорошее, значит, оно как бы отработало вот затраты на разработку и себя, и тех, кто не пошел. А если это лекарство, которое будет продаваться 5 лет, а потом его все равно с ним придется снять, потому что оно перестанет помогать, его невыгодно разрабатывать. Ну и замечательно, вот у нас конца 80-х годов новых классов антибиотиков нету. То есть вообще. А это даже не новые классы, а просто новые антибиотики. У меня опять нету более новых данных, но, в общем, это все куда-то упирается сюда в нуль. И это следствие бактериальной эволюции в чистом виде. Ну а кроме того еще, да, почему так происходит, я обещал рассказать про механизмы. Я только забыл своих этих плюшевых бактерий, поэтому мне придется руками махать. Ну ничего. Значит, история вот какая. Почему, вот какие эволюционные механизмы работают в этот момент? Давайте возьмем кишечных палочек. Они тоже производят антибиотики, и обычно они этими антибиотиками глушат друг друга. То есть это вот калицины, это антибиотики, которые одни штаммы кишечных палочек делают, чтобы убивать другие штаммы кишечных палочек. Но самая сильная конкуренция всегда с тем, кто на тебя больше всего похож, потому что ты с ним конкурируешь ровно за одно и то же. Поэтому его-то и надо убить. В политике очень хорошо заметно, кстати. Демократы друг друга мочат в чистом виде по этому механизму. Давайте возьмем такой обычный лабораторный штамм чувствительный калицину и штамм продуцент калицина. И нальем их в одну пробирку. Ну, понятно, что будет. Продуцент калицина будет делать калицин и быстро-быстро убьет вот этого самого чувствительного штамма обычного. Ну, дальше я говорю, что на каждый антибиотик есть кто-то, кто к нему устойчив. Соответственно, есть штаммы кишечной палочки, которые устойчивы к калицину. Что будет, если мы нальем в пробирку чувствительного калицина, продуцента калицина, извините, и устойчивого к калицину. Дело в том, что производство антибиотика это на самом деле вещь небесплатная. Во-первых, ты себя немножко подтравливаешь при этом, а во-вторых, ну, просто ресурсные отрасходуются. Поэтому, если в одну пробирку посадить продуцента калицина и устойчивый к калицина штамм, то устойчивый постепенно продуцента вытеснит. Это не моментальный процесс, это такое эволюционное соревнование. В каждом следующем поколении доля устойчивых будет немножко больше. Ну, там через какое-то время, значит, устойчивые полностью продуцента вытеснят. Но устойчивость тоже штука небесплатная. Опять-таки, во-первых, тратится ресурс, во-вторых, ну, там какие-то виды устойчивости, вы просто мишень портите этого самого антибиотика, соответственно, это какой-то был важный белок, он там хуже работает, антибиотик на него не действует, но работает он хуже. Или, например, есть там другой механизм устойчивости, когда вы антибиотик откачиваете из клетки, но это тоже не очень специфичный механизм, поэтому вы вместе с антибиотиком откачиваете еще кучу всего полезного. То есть устойчивость, на самом деле, штука тоже не бесплатная. Поэтому, если мы возьмем пробирку, посадим вот этот исходный чувствительный штамм и устойчивый штамм, ну, будет то же самое, да, калицина нет, внешнего фактора воздействия нет, устойчивость штука в этой ситуации ненужная, она только тратит ресурс, соответственно, устойчивых будет все меньше и меньше, постепенно чувствительный устойчивых вытеснет. Значит, дальше, если вы внимательно следили за тем, что я говорил, то получилось кольцевая, ну, как в игре камень-ножница-бумага. Получилось по циклу. Продуцент убивает чувствительного, устойчивый вытесняет продуцента, чувствительный вытесняет устойчивого. Теперь упражнения. Что будет, если их всех налить, всех троих налить в одну большую банку? Значит, какие гипотезы есть у... Почему? Так, на всякий случай, у вас нет биологического образования? Хорошо. Вот, да, положите. Правильно, здорово. Вот. Ну, то есть, вы мне, конечно, поломали всю интригу, мы сейчас голосование устроили, значит, вот, а вы сразу все рассказали. Все наверно. Продуцент быстро убьет чувствительного, просто отравит. И в результате их останутся только двое, и устойчивый вытеснят, ну, как было правильно сказано, устойчивый вытеснят чувствительного. Это мы уже проходили. А теперь все то же самое, вот то, что здесь слева нарисовано, все то же самое, только мы это делаем не в банке, а на плоской поверхности, на чашке Петри. Да, то есть, мы берем, значит, чашку Петри, ну, там какая-то среда, значит, агар, в узлы сетки шестиугольной, значит, сажаем случайным образом, значит, С синенький, это чувствительный, Р это зеленый, это устойчивый, а С это продуцент, от слова колецин, по-видимому. Да, там все написано, на самом деле. Вот, значит, сначала эти колонии просто растут, потом они, значит, дорастают друг до друга, встречаются, и на каждой границе происходит, ну, ровно то, что я описал, значит, от того, какая-то граница, на границе продуцента и чувствительного, они встретились, и продуцент, начинают чувствительного, значит, оттеснять, на границе продуцента и устойчивого, устойчивый начинают оттеснять, тут на самом деле все это нарисовано, значит, это дни вниз идут, ну, они там еще покрашены, чтобы их было видно, это не очень, но тут на самом деле видно, вот они, эти границы, а тут прорисовка, как она ползет, вот здесь, например, вот здесь все были устойчивые, и был, значит, немножечко, значит, продуцента, Но вот потом он сжался совсем, и тут его уже совсем не осталось. Тут буквы, это как бы исторические буквы, а границы нарисованы разными цветами. А здесь было, на самом деле, забавно. Здесь был продуцент, у него эти соседи были устойчивые, а этот сосед был чувствительный. И вот эти его теснят, но он пытается туда уползти, но тоже помер. Сейчас, какую еще можно последить границу? Ну вот это, да, вот здесь продуценты калицины, наоборот, вытесняют чувствительных. И уже, значит, почти что соединились. Вот, в общем, все это ползает, это похоже на, я не знаю, как в современных школах, а вот когда я учился, был такой атлас по истории средних веков. И там можно было просто наблюдать, как страны ползают. Вот, значит, границы стран, там вот, там какие-то исчезают, какие-то там туда-обратно двигаются. В общем, вот это очень похоже, по-моему. Вот. А дальше можно сделать другую. Та же самая группа сделала немножко по-другому. Они взяли 12 клеток, в каждую клетку посадили по мышке, значит, трех мышек, и каждую мышку заразили. Но чечная палочка, она на самом деле обычно не патоген, поэтому его можно просто заразить, и она там будет жить в мышке. Значит, и вот в каждую клетку посадили мышку с штаммом-продуцентом, с чувствительным штаммом и с устойчивым штаммом. Ну, и на всякий случай не очень аккуратно в этих клетках убирались. Значит, мышки друг друга заражали в антисанитарных условиях, и они смотрели, значит, кто живет в каждой конкретной мышке. Вот в этой, скажем, жил продуцент, потом жил устойчивый, потом жил чувствительный. Там какая-то была хорошая, сейчас я все время забываю, там где-то этот цикл прошел несколько раз. Ну, вот здесь, да, жил продуцент, потом устойчивый, потом чувствительный, потом опять продуцент, потом опять устойчивый. Ну, в конечном счете все-таки... Упс, прошу прощения, сейчас я что-то съехал. Да, значит, в конечном счете это все все-таки сходится к одному и тому, значит, ну, мышки становятся однородными, у всех одно и то же, да, там не очень долго эти циклы крутятся, ну, трудно подобрать. Вот, значит, а если кому-то нужна мораль из этой истории, то она такая, значит, в конечном счете остается либо чувствительный, либо устойчивый. Продуцент калицина ни разу не выжил в этих 12 клетках, значит, поэтому мораль из этой истории, что делать гадость – это плохая эволюционная стратегия. Вот, значит, кому-то нужна мораль. Ладно, это я пропущу. А вот эта чудесная совершенно история, она такая совсем свежая, но сейчас уже не безумно, ей уже полтора года, значит, она как раз все это хорошо про антибиотики объясняет, значит, смотри, что происходит. Значит, берем, это уже такая не чашка Петри, а корыто Петри получается. Значит, это 120 сантиметров, а это 60 сантиметров. Это такая здоровая лохань. Ну, собственно, вот здесь она. Делим ее на зоны. Значит, в этой зоне ничего нет, ну, то есть только еда. В эту зону добавляем немножечко антибиотика. Такую минимальную дозу, которую убивают бактерии. Кищечных палочек опять. В эту зону добавляем 10-кратную минимальную, 300-кратную минимальную и 3000-кратную минимальную. И пускаем сюда бактерии жить. Значит, найдите на Ютубе, значит, вот Кишинелэп, Эволюшн, там, чашка Петри. Ну, в общем, по любым ключевым словам вы вот эту картинку опознаете. Это просто можно как мультик смотреть. Пять минут длится, 4, что-то такого сорта. Потрясающе здорово, действительно, очень красивый опыт. Вот. Значит, и пускаем сюда бактерии. Значит, что происходит? Ну, вот они, значит, вот мы их только-только запустили. Через 44 часа они заполнили всю вот эту вот зону, где нет антибиотика. Дальше проникнуть не могут, потому что там антибиотик. Дальше появляется мутант, который в состоянии вот эту минимальную дозу антибиотика переносить. Значит, он вырывается в следующую зону. Тут у него нет конкурентов. Значит, тут он это все размножает, все съедает. Доходит до следующей границы, появляется опять, вот тут видно, протуберанец, да, появился мутант и выскочил. Значит, доходит до следующей зоны. Опять появляются вот здесь вот, да, появились мутанты, которые сумели проскочить дальше. И через 24 дня у нас появились вот эти чудесные бактерии, которые переносят, значит, дозу антибиотика в тысячу раз больше, чем была смертельна в самом начале. И фишка здесь в том, что это происходит постепенно. Если мы берем бактерии и сразу делаем, значит, большую дозу, то просто умерли, да, ничего не произойдет. А здесь мутации, которые позволяют приспосабливаться, они так постепенно накапливаются. Дальше что можно сделать? Они, собственно, это сделали. Значит, у нас вот есть вот это вот корыто с бактериями, а они еще сверху камеру поставили. Они это все просто снимали, они видели, значит, полную историю этих колоний, как они вот росли. Ну, а дальше вы можете просто взять точки из разных мест, ну, для образцы, да, и смотреть, какие мутации случились, да, вот за счет чего эти бактерии приспосабливались. Они, на самом деле, вот те, которые в состоянии жить вот здесь, в середине, вот, переносить тысячную дозу, десятикратную, они, это не очень счастливые бактерии. То есть, если их взять, они это делали, да, если взять этих бактерий и посадить в одну пробирку с теми, вот, извините богу, раз, значит, с теми, с кого мы начинали, то вот эти вот чувствительные, в отсутствие антибиотика чувствительные устойчивых победят моментально. Но когда у нас есть вот этот фактор отбора в виде антибиотика, то устойчивость появляется очень быстро. Ну, а теперь вместо этих зон, да что ж такое, значит, давайте возьмем вот это вот я, вот у меня случилась ангина, я, значит, денек полечился антибиотиком, горло прошло, ну, и слава богу, да, больше не болит. На самом деле, в этот момент случился естественный отбор, потому что, ну, для всякого признака есть некоторый интервал значений, да, вот по признаку устойчивости к антибиотику, значит, бактерии, но здесь отклональная популяция, да, просто у них общий предок был у всех, а любая природная популяция, там есть некоторое разнообразие. Значит, когда я один день попринимал антибиотик, я убил всех чувствительных, а те, которые были чуть-чуть устойчивые, они выжили, потому что я недолго этот антибиотик принимал. Ну, дальше они, там, я на кого-то чихнул, значит, у него заболело горло, но я на него чихнул уже вот этими отобранными. Он еще два дня попринимал, потому что первый день не прошло. Ну, сейчас я рассказываю комикс, естественно, но, значит, идея, на самом деле, вот это ровно так и происходит, да, значит, он уже где-то вот здесь. То есть, да, я отобрал вот эти, значит, у него уже где-то вот здесь. И дальше оказывается, что вот эти вот режимы приема антибиотиков, когда вы не пролечиваетесь до конца, это, на самом деле, фантастически мощный фактор отбора на то, чтобы отбирать все более и более устойчивые штаммы. А особенно хорошо это действует там, где больных людей много, а лечатся они не очень хорошо, например, в тюрьмах. Вот откуда берется вот этот ножный лекарственный туберкулез, который ползет из России. На самом деле, это, значит, тюрьмы и колонии. Там социальный контингент, ну, разнообразный. Их там действительно лечат. При этом условия такие, что заражаются люди там очень легко. А потом он, значит, отсидевши свое выходит. Но опять-таки, поскольку социальный контингент, там небезумно благополучный, с большой вероятностью, если у него уж совсем он не помирает, он дальше заречиваться не будет. Да, вот если кто боится бактериального оружия, то самая чудесная бактериальная бомба, которую я знаю, это бомж, значит, который греется в метро около этой тепловой пушки. Вот. Ну вот есть такой фактор отбора. Второе, откуда это возникает, еще, значит, более мрачная история, это идея, ну, вот этот мыло с треклозаном чудесно, если кто помнит, вот кто постарше помнит эту рекламу, крутилось в телевизоре вот это вот мыло с треклозаном чудесно, да, это вот ровно то, за что надо убивать. И рекламщиков, и тех, кто это делает. Потому что это ровно то самое, да, у нас маленькие дозы, которые применяются все время. Это вот такой верный способ запустить вот эту машинку естественного отбора, чтобы она работала, значит, во всю дарвиновскую мощь. А второе, это применение антибиотиков в животноводстве и в птицеводстве. Значит, треклозаном поборолись, но надо сказать, что поборолись вот только что. Ну, Европа и США, да, у нас, по-моему, не делали его, его возили. Не знаю, если честно. Но, в общем, сообразили, что, в общем, не надо вот мыло, антибактериальное мыло, что это не очень хорошая вещь. Вот, кстати, интересный вопрос, действительно, вот это вот конкретно мыло, где его делали, марка Ординарная. ГОСТ там есть? Нет, вообще, если есть ГОСТ, то, наверное, местное. Вот. Антибиотики в животноводстве в Европе запретили довольно давно, в США только что, ну, в прошлом году. До этого было чудесно. 80% производства антибиотиков использовалось не для лечения людей, а в животноводстве. Причем больше половины из них это были те соединения, которые в медицине тоже использовались. А вот любая коровья ферма или птица ферма, или любая другая ферма, это ровно то самое место, где патогены встречаются с почвенными бактериями. Да, и могут обмениваться генами. Потому что, чтобы произошел горизонтальный перенос, они все-таки физически должны оказаться в каком-то общей ячейке пространства. То есть патогены у коров и у птиц примерно те же самые, что у нас. Ну, потому что мы физиологически очень похожи, биохимически. Значит, наши патогены с почвенными бактериями в норме не встречаются, а вот это, это какая-то безумно мощная тоже машинка отбора на устой. Да, у вас все время есть маленькие дозы антибиотиков, и все время есть, значит, бактерии, которые являются потенциальным источником этих систем устойчивости. Ну, ясно, что, значит, любой стриптокок, который живет в корове, значит, радостно эти системы устойчивости к себе встраивает. Поскольку есть антибиотик, то, ну, в общем, я не буду даже повторять за очевидностью, там просто въехали в ситуацию вот этого опыта, который я рассказывал. Ну вот, я на самом деле почти все рассказал. Это такая получилась немножко не молекулярная палеонтология, а молекулярная эволюция. Значит, про палеонтологию, там есть другие байки про неандертальцев, значит, это я не буду рассказывать. Что еще здесь интересного? Значит, во-первых, очень поучительная вот иммунная система. Понимание, я не буду это подробно, это, так сказать, тоже такой немножко отдельный сюжет, но, в принципе, вот все вот эти вот построения эволюционные, которые описывают там борьбу видов, или там борьбу, даже не борьбу видов, на самом деле, там основной фактор отбора – это не борьба видов. Значит, есть известная фраза, я не помню чья, что зайцу не надо бегать быстрее волка, зайцу надо бегать быстрее другого зайца. Ну, потому что волк съест... Что? Чтобы съели не его. Чтобы съели не его, да, так сказать. Вот, совершенно верно, да. В иммунной системе, значит, там вот наш адаптивный иммунитет, который на разных патогенах, значит, может приспосабливаться, там основной механизм такой. Значит, клетка, которая может узнать патогена, которая узнает вот чужеродную молекулу, это не обязательно патоген может быть, аллергия та же самая, вот, и вот клетка, которая узнала чужеродную молекулу, для нее это сигнал к тому, чтобы делиться. Чем лучше она узнала чужеродную молекулу, тем сильнее этот сигнал, тем более интенсивна эта клетка делится. А дальше есть еще механизм случайных мутаций, вот ровно в области этого рецептора, который, ну, вот обеспечивает субстрат, вот этот вот скорость деления, это механизм отбора. А мутации, значит, они предоставляют материал для этого отбора. То есть у нас пришла какая-то там, вирус какой-то новый. Какие-то клетки его чуть-чуть как-то слегка опознали, начали делиться. В них начали происходить мутации. Какие-то из этих мутаций это опознавание делают лучше. Значит, те клетки, которые лучше опознают этого вируса, они делятся быстрее. И постепенно у нас отбирается клон, ну, собственно, вот как иммунитет появляется, да, у нас просто появляются клоны клеток иммунной системы, которые очень хорошо, очень специфически узнают конкретного патогена, да, конкретный вирус, там, конкретную бактерию. Собственно, вся вакцинация устроена ровно на этом. Ну, а также просто работа иммунной системы. Очень полезно это описывать эволюционно. Про антибиотики я, на самом деле, важную мысль забыл сказать. Она сейчас будет не вовремя, но я её всё равно скажу. Что вот, давайте даже вернуть, это на самом деле важное место. Вот, смотрите, значит, мы, вот все вот эти чудесные эволюционные меры по запрету мыла с треклозаном, добавлению антибиотиков в косметику, по запрету использования антибиотиков в сельском хозяйстве, в Китае, кстати, не используют до сих пор. Значит, вся эта хрень сейчас из Китая полезет. Вот, ну и у нас тоже. Вот, вот всё это, на самом деле, можно было сообразить очень давно, если просто в школе... Я обещал пропаганду ещё кусочек, вот он сейчас будет. Да, вот если в школе, там, людям, которые принимают решения, там, рассказывать, хорошо рассказывать эволюционную биологию. Потому что, вот идея, что если вы будете кормить коров антибиотиками, то теми же самыми, которые вы применяете в медицине, что через некоторое время вам это ухнется, лекарственная устойчивость к этим антибиотикам, они у вас палятся, и вам людей будет нечем лечить. Эта идея не безумно глубокая. Да, её можно объяснить на пальцах, ну, даже депутату, наверное, если его привязать к стулу. Вот. Но... Вот, не объяснилось. Ну да, дальше про иммунную систему, это я уже рассказал. Дальше, на самом деле, чудесно, что ровно так же можно описывать прогрессию рака, потому что там есть разные раковые клетки, они делятся, а мы для них внешняя среда, то есть они используют наши ресурсы, чтобы, соответственно, ловчей делиться. И... Эта вот статья называется, она уже старая, и обзор, да, ему уже больше 10 лет, значит, обзор называется «Рак как эволюционный экологический процесс». Да, что вот эта вот прогрессия рака, появление разных клонов, более агрессивных, которые там более интенсивно делятся, там более интенсивно используют наши ресурсы, там, например, основная проблема у раковых клеток, что им не хватает кислорода. Значит, поэтому они выделяют, они специально начинают продуцировать и выделять фактор роста сосудов, соответственно, к опухоли начинают прорастать кровеносные сосуды, и кровоснабжение становится лучше. Соответственно, раковая клетка, которая научилась это делать, этот самый фактор роста сосудов, он в геноме каждой клетки есть, только он в норме не работает. Ну, работает там, где надо, а там, где не надо, не работает. Вот. Значит, раковая клетка, которая научилась включить этот ген, и к ней, значит, со всех сторон, значит, поползли сосуды, она лучше набжается кислородом, быстрее делится, вот у вас получилась более агрессивная форма рака, да? Вот. Вот это очень получительная картинка из этой же самой, вот смотрите, вот эта картинка из этого самого обзора 2006 года, а это абсолютно классическая картинка из статьи 1965 года про эволюцию, значит, вот, значит, в разных популяциях, да? Но с точностью до того, что здесь разноцветная, а здесь черно-белая, это, в общем, почти одно и то. Я думаю, что авторы, на самом деле, понимали, они, я думаю, так немножко стилизовали вот под это. Тем не менее, да, все вот эти теоретические модели, которые возникают, они на самом деле такие абсолютно классические, дарвинистские оказываются. Так, ну хорошо, значит, мои полтора часа прошли, я по этому про эволюцию человека не буду ничего рассказывать. И, значит, ну вот эта редакционная статья в журнале Science, который там самый главный журнал, ну, один из двух самых гламурных журналов научных, Science and Nature, вот. Значит, это редакционная статья про то, что врачей надо учить эволюционной биологии, причем всех инфекционистов и, наоборот, онкологов. Вот. И это разные полезные сайты. А, я на самом деле оставлю здесь слайды. Значит, если надо, кому-то можете просто себе списать потом. Вот. И они, наверное, где-то на сайте же будут лежать, да? Вот. Значит, ну вот есть чудесный сайт, называется «Доказательства эволюции». Там много-много всяких, значит, чудесных историй про эволюцию рассказано, ну и просто какие-то доводы. И это есть вот этот самый антропогенез.ру, значит, про который я рассказывал. Значит, Стас Дробышевский только что написал и издал двухтомник про эволюцию человека. Значит, я очень советую. Она очень чудесная. Значит, есть элементы.ру. Это старый сайт. У них сейчас дизайн немножко другой. Значит, элементы хороши тем, что там довольно понятно пересказываются и так в контексте еще очень профессионально и самые последние работы, но в частности в биологии. и там вот если следить за новостями, то на элементах хорошо это делать. Ну, просто там действительно хорошие авторы, которые понятно все это объясняют. Значит, есть чудесные книжки. Значит, это мои любимые. Ну, вот тут Дробышевский сейчас еще есть. Вот, которого... Есть чудесный цикл Александра Маркова про эволюцию. Я больше всего люблю самую первую из них, но это, в общем, дело вкуса. Есть... Ну, это просто там хорошая книжка. Он династии ее издавал, и этот тоже династии издавал. И этот тоже. В общем, за что им и прилетело. Вот. Значит, и это совершенно замечательно. Это Александр Соколов, он тоже, значит, он редактор портала вот этого самого антропогенез.ру. Значит, смотрите, здесь не очень хорошо видно, здесь нарисован человек верхом на динозавре. Это на самом деле интересная вещь, потому что если вы возьмете людей на улице и будете спрашивать, верно ли, что наши предки охотились на динозавров, то знаменитая доля людей скажет, что таки верно. Ну, потому что в мультиках вот, что их там несколько десятков, даже не десятков, ну, нет, несколько десятков миллионов лет разделяют, это, в общем, не перкалируют. Особенно в Америке, там эти Флинстоуны, и все, и... Вот. Так это, на самом деле, сделано нарочно. Потому что, значит, эту книжку, она называется «Миф об эволюции человека». Нарисован человек верхом на динозавре. Эту книжку ставят вовсе не в раздел научно-популярной литературы, а во всякую эзотерику и прочую хрень с астрологией. Значит, дальше ничего не подозревающий клиент думает, что он сейчас все узнает, как нас всех обманывали в школе. Значит, радостно это покупает. А дальше там такие довольно простые вещи рассказаны на самом деле. Там просто разобраны действительно какие-то стандартные мифы вот про человека. Ну и все, и, значит, вот еще одна душа спасена. Вот. А эта книжка наоборот, значит, она тяжелая. это вот Евгений Викторович Кунин, ну, собственно, я его довольно давно знаю. Вот. Он на самом деле такой живой классик. Он, по-видимому, один из самых глубоких вот сейчас живущих людей, которые занимаются эволюционной биологией. И это на самом деле ну, как бы, это замаскировано под популярную книжку. На самом деле это некоторая попытка синтеза таких вот современных эволюционных представлений очень глубокая. Там, там, по каким-то частностям я с ними там могу не соглашаться, значит, и там какие-то, опять-таки, на мой вкус там каких-то больших кусков нет, которые стоило бы добавить, но она совершенно потрясающая, действительно. Ее читать тяжело. Ее надо читать там по одной странице в день и много гуглить еще, значит, в процессе. Но оно того стоит. Она действительно очень глубокая. Вот. А вот это я рекомендую всем, особенно молодым людям. Вот это совершенно чудесное, значит, она тоже продается, значит, и эта книжка вот как устроена. Значит, есть такой жанр, это молодые люди не знают, но я расскажу. Значит, в женских журналах есть такой жанр колонки там кого-нибудь, да, вот читательницы задают вопрос там, ну, там, в данном случае доктор Татьяна, значит, там, дорогая Татьяна, там, в моей жизни случилось, там, мой парень, там, что-нибудь, значит, что мне делать в этой ситуации? И дальше, там, на три абзаца жизненных советов, что делать в этой ситуации? Космополитон какой-нибудь, да, ну, все видели. Вот. Значит, здесь все то же самое, значит, это была колонка в журнале Икономист, только письма были от разных живых существ. Ну, например, там, дорогая доктор Татьяна, в всякий раз, когда я занимаюсь сексом, я откусываю своему парню голову, что со мной не так. Но оказывается, что это пишет самка Скорпиона, не Скорпиона, этого самого, как его зовут, богомола, да, и она действительно, значит, самка богомола отгрызает голову, значит, самцу в процессе. А это не влияет никак на его способность процесс завершить, в этом смысле все хорошо. Значит, упражнение. И это там объяснено, на самом деле, почему эта эволюционная стратегия выгодна для самца. Для самки понятно, почему. Ну, просто еда. Почему самцу это выгодно? В принципе, можно сообразить. Значит, давайте я скажу, я подсказку скажу. Подсказка такая. Даже если бы этого процесса не было, ну, в смысле, отъедания головы, а у самца богомола все равно было бы очень мало шансов спариться два раза. Ну, просто так жизнь устроена. Плотность не такова, чтобы сразу двух девочек охмурить. это была подсказка. Вот теперь можно сообразить, почему ему, значит, выгодно, почему он не сбегает, да, почему ему выгодно, чтобы ему голову оторвать. Полегай, менее возможно. Полегай. Он будет сам питательный материал. О! Я просто смотрела все, как у зверей, где они идут. Ну, хорошо, это не очень честно, но хорошо действует, значит, Жене Кимоновой будет приятно. Смотрите, значит, там цель любого живого существа сделать как можно больше потомства. Ну, потому что отбор так устроят, да? Тех, у кого была другая цель, их, собственно, и не осталось. А там, кто стремился к нравственному совершенствованию, пошли в монахи, ну и все, и нет никакого потомства. Значит, вот есть самец богомола. У него мало шансов спариться два раза. То есть, скорее всего, вот его отспаривание, оно же будет единственным. Значит, вся его остальная жизнь с точки зрения отбора никакого значения не имеет. Поэтому очень выгодно в этот момент пожертвовать собой, чтобы мать твоих детей, да, потому что ты же ее уже оплодотворил, значит, яйца, которые она будет выращивать, это будут, собственно, твои дети. Чтобы она была там сытая, довольная, чтобы у нее были, так сказать, хорошие, маленькие, здоровые богомольчики родились. Потому что, опять-таки, да, то есть выгодно накормить с собой самку, если эта самка это единственная женщина в твоей жизни. И вот этих историй там несколько десятков. И я ее просто действительно, они все вот такие вот, значит, эволюционные, там всегда объясняется, почему так получилось. И, значит, с точки зрения размножения, значит, прочитать эту книжку, это чудесная эволюционная стратегия, потому что вы в любой компании, значит, будете эти байки рассказывать, они абсолютно политически корректны, да, это про богомолов, там нет ничего неприличного. При этом это действительно безумно интересно. Но там еще вторая чудесная история из тех, что я помню так вот сходу. Значит, там есть морские черви, которые, личинки плавают в толще воды и пола не имеют, то есть каждая личинка может превратиться потом и в мальчика, и в девочку. Да, они не определили, не дифференцированные. А пол определяется следующим образом. Значит, эта личинка, когда ей надо уже превратиться во взрослого червя, она падает вниз. Значит, если она падает на дно, она становится девочкой. Если она падает на девочку, она становится мальчиком. Опять очень разумно, потому что, естественным образом, значит, они когда упали, они особенно ползать уже никуда не могут, да? И, значит, так просто локально образуются счастливые пары. Вот. Очень разумно тоже. Вот. Так, а с другой стороны я съехал. А с другой стороны, значит, вы всегда можете разговор повернуть там в любую сторону, в какую хотите, да? С любой байки начиная. Михаил Сергеевич. Я просто действительно рекомендую как пикаперскую стратегию. Михаил Сергеевич. Все, я закончил. Время. Значит, есть всякие чудесные сайты, где можно эволюцию просто, ну, играть, да, моделировать. Ну, и, соответственно, есть фонд эволюция. Значит, но династии уже нету, а фонд эволюции есть. Значит, если вы на книжке увидите вот такую обезьянку, то, ну, она может быть там вам понравится или не понравится, но, во всяком случае, я ручаю, что, значит, как бы, под мою ответственность ерунды в этой книжке не будет. Вот. А, значит, если кто-то хочет эволюцию поддержать, то, значит, можно там на сайте, ну, во-первых, можно прочитать, чем мы занимаемся. Это реклама, если что, да? Вот, значит, а во-вторых, можно там как-то поддержать. Будет хорошо. Все, спасибо, я закончил. У нас есть 15 минут на вопросы, поэтому поднимайте свои руки, и мы к вам подойдем. Здравствуйте. Михаил Сергеевич, если честно, я не знаю, чьи бактерии тут сыграли важную роль, кто из нас победил, но я всегда мечтала с вами познакомиться. Так. Я шла сегодня на лекцию, я не знала, что будете вести именно вы. Так. Я вас увидела через стекло. Не-не, погоди, погоди, не-не, спокойно. Что на самом деле привело? Мое желание? Или ваше? Понятия не имею. Я думаю, что надо поставить много контрольных опытов. Хорошо. Значит, например, давайте, кто вас в следующую лекцию читает? Это пока тайно. Ну, это тем лучше. Значит, двойным слепым методом. Вы так ходите по зарядью и смотрите, вдруг вас на Дробышевского тоже притянет. Нет, просто в последнее время у меня как-то мысли сильно материализуются, поэтому... Ну, хорошо. И как раз вот такой же вопрос, да? Вот что первично? Идея о материи? Или сама материя? Или же материя? Значит, первично материя, потому что материя существовала, когда никаких носителей идей еще не было. Вот. Значит, это вопрос не ко мне, а к философам. Они любят, значит, это затирать. Как бы мне для того, чтобы объяснить большую часть эволюции, никаких идей не нужно. Нет, ну эволюция, она получается запрограммирована, потому что... Она не запрограммирована. Бактерии ведут себя так, как вы ведете опыт. Погодите, нет. Эволюция ни разу не запрограммирована. Это случайный процесс, который может пойти по совершенно разным путям. Если бы... Значит, если бы осьминоги жили дольше, то я почти уверен, что мы бы имели чудесную цивилизацию осьминогов. Они просто умирают очень быстро. У них передачи опыта нет. Погодите, вы спросили, я отвечаю, значит, спокойно. Вот. Прогнозировать эволюцию до некоторой степени можно. Это вот кусок, который я выпустил. Если мы знаем, как меняются условия, то мы понимаем, в какую сторону будет двигаться эволюция. Ну просто потому, что она действительно ищет оптимум. Но ищет она методом проб и ошибок. И на самом деле мы с эволюционной точки зрения устроены абсолютно не идеально. Ну глаз, да, чудесный. Значит, есть липое пятно. Это Гелемгольд сказал, что Господь Бог очень плохой оптик. Наш глаз чудесным образом устроен так. У нас нервы, которые подходят к глазу, они к нему подходят спереди. Да, вот у осьминога сзади нормально, да? А у нас спереди. Соответственно, большое количество вот фотонов, которые на глаз падают, они поглощаются вот этими самыми нейронами. Значит, по историческим причинам. Потому что эволюция не в состоянии найти глобальный оптимум. Эволюция в состоянии, просто процесс случайный так идет, что эволюция может найти оптимум, близкий к тому, который был. У жирафа есть какой-то чудесный нерв, который идет, значит, вот через всю шею туда, а потом обратно. Потому что эмбриологически не может этот нерв перескочить через косточку. Да, вот у всех млекопитающих был над какой-то костью, и было нормально, потому что все было рядом. Шея стала очень глинной, кость уехала бог знает куда, а нерв вынужден, да, потому что развитие зародыша, нет такой операции, как разрезать, потом склеить. Вот. Поэтому эволюция, процесс абсолютно слепой. Но это не означает, что у него нету закономерностей. Там диффузия газа, погоди, диффузия газа тоже процесс совершенно случайный, никакого, значит, никакого разума не предполагает, но мы, тем не менее, диффузию газов можем объяснять довольно легко. Я считаю, что я на вопрос либо ответил, либо нет. Если ответил, то все хорошо, если не ответил, то, по-видимому, безнадежно. Так, давайте следующий вопрос. Давайте следующий. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос такой. Вот когда вы показывали модель с мышами, с мульти, со специальными инфекциями, то очень это напоминало по виду клеточный автомат, там игра жизни, вот подобный, так скажем, вопрос возникает такой, а используются ли у эволюционистов вот такие вот модели клеточного автомата наподобие жизни? Да, особенно деление клеток так хорошо. У Маркова есть, вот в этой самой, я там показывал эти сайты с разными эволюционными модельками, там какие-то есть модели на клеточных автоматах построенные тоже, да. У Маркова, по-моему, есть какая-то такая игрушечная модель эволюции, значит, вы можете там задавать разные параметры деления клеток и смотреть, какие зверюшки получаются, ну, какие-то червячки там разные, вот, и, соответственно, они там в разных условиях, разный дизайн будет оптимален. Используют, да. Не безумно успешно, но, в принципе, используют. Снизу нажми. Там были мышки и кишечные палочки, и там в некоторых местах букв не было в клетках. Что там стряслось? Не знаю, если честно. Надо смотреть статьи, там то ли у этой мышки забыли анализ взять, то ли там ее загрызли. Там была какая-то одна из клеток, где опыт был завершен. Там просто примечание, я помню чудесное, что там в клетке такой-то опыт был завершен раньше времени, потому что мышки там страшно дролить, и было бесчеловечно их в одной клетке оставлять там что-то такого. Вот. Не помню. Ну, какая-то мелкая техническая деталь несущественная. Ничего интересного. Так, еще руки поднимайте. Да, меня вот очень заинтересовал опыт с вот этим вот корытом Петри. Ага. Вот. Вопрос такой логичный. Меня зацепил тот пример, что устойчивые бактерии не выдерживают конкуренции с чувствительными. В отсутствии антибиотики. А можно ли использовать подобную стратегию в лечении заболеваний? Да. Смотрите, правильный вопрос. Всегда находится кто-то, кто соображает его задать. Это очень-очень здорово на самом деле. Там проблема вот в чем. То есть, пункт первый. От такого рода стратегии пытаются использовать при лечении рака. То есть, дают какое-то лекарство, вырабатывается устойчивость. Это лекарство снимают, дают следующее. Значит, вектор отбора сместился. Значит, такого сорта вещи делают. Делают вещи вот какие. Такие немножко контринтуитивно. Значит, не пытаются раковую опухоль додавить до конца. Потому что жизненный опыт показывает, что все равно наступает рецидив. Что вы не можете химиотерапией убить всех раковых клеток. Остается какая-то вот маленькая доля устойчивых. И когда вы убили всех конкурентов, вы имеете опять в течение времени рецидив на том же месте опухоль. Но начальниками этой опухоли были уже устойчивые клетки. Все, у вас, значит, после рецидива уже нечем лечить. Началась такая идея, что давайте мы не будем раковую опухоль долечивать до конца. Соответственно, у нас все время будет конкуренция этим устойчивым клеткам. Опять, устойчивая штука не дешевая. Их все время им не дадут размножаться. А нам главное просто контролировать размер. И чтобы метастазов не было. Абсолютно эволюционная стратегия. Есть какие-то режимы, которые устроены так, что давайте мы не будем пытаться до конца уничтожить. То есть в онкологии вот такого сорта соображения работают. Ну, а в таком случае какие-то есть наветки. В микробиологии, в инфекционных болезнях была такая надежда, что вот у нас какой-то антибиотик испортился, то есть появилась устойчивость. Давайте мы там его лет 10 не будем употреблять. И, глядишь, опять все, значит, запустится заново. Не получается. Вот почему. Потому что вот этот вот отбор, значит, конкуренция устойчивых с чувствительными, это она довольно слабая. Когда вы принимаете антибиотик, фактор отбора очень сильный, очень мощный. Значит, все, так это не прошел, тебя отсеяли. А вот этот вот отбор, значит, на то, кто немножко быстрее размножается, он слабый. А если отбор слабый, то должно для того, чтобы это вытеснение произошло, должно пройти очень много времени. То есть у вас чувствительность устойчивости возникает моментально, ну, почти моментально. А вот это вот, когда вы полностью перестали этот антибиотик применять, то возврат в предыдущее состояние, он должен занимать там какие-то сотни лет. Просто по времени не проходит. В проверке да. А кроме того, вторая вещь, что реальные популяции очень неоднородные и разбросаны. Где-то перестали применять, где-то продолжают применять. И даже если считать, что везде перестали применять, там вот эта вот конкуренция происходит с разной скоростью. Значит, остаются какие-то вот закоулки, где продолжают жить, сохраняются устойчивые. Да, вот вроде бы везде все хорошо, но вот где-то в каких-то далеких деревнях они там по случайным причинам сохранились. Да, эволюция не прошла до конца. А дальше опять мы возвращаем этот фактор отбора. Они моментально получают колоссальное эволюционное преимущество, захватывают все. Все, привет, приплыли. Вот. То есть идея такая была, что так будет сказать, что можно вот, что антибиотики, вот старые антибиотики могут возвращаться. А в реальности вроде бы этого не происходит. Ну, то есть я не знаю примеров. С пробирки сколько угодно. В такой вот медицинской практике добиться того, чтобы пропали устойчивые штаммы, потому что мы перестали применять этот антибиотик, но вот нет такого. В продолжение, что если у нас будет устойчивый, вот тот, который остался где-то там далеко, это будет не просто какой-то оставшийся, а это тот, который мы специально оставили, но сделали его еще неустойчивым к какому-то другому антибиотику. Поэтому если мы запустим его быстрое размножение в подобных условиях, потом мы быстро убьем. Я понимаю, да. Ну вот, too good to be true. Придумать такое легко. Реальности, по-видимому, это работать не будет. Сейчас я соображу. По-моему, какие-то такого сорта вещи пытались бороться с комарами. Давайте мы сделаем таких комаров, которые будут там куда лучше прежних комаров, но вот конкретному нашему золотой пуле будут чувствительные, и когда мы им дадим завоевать мир, а потом мы их одним махом всех грохнем. Вот такого сорта, примитивно к борьбе с... В этом контексте такого сорта вещи обсуждались. В такой вот инфекционной медицине... Но опять, вы не можете посчитать как будет происходить эволюция вот этого теснения штаммов на масштабах всей Земли. Слишком разные условия всюду. Вот. А играться в эти игры немножко стрёмно. Представьте себе, что в комсомольскую правду попала статья, что американские учёные нарочно выращивают бактерии, устойчивых к антибиотикам. Ну вот. Так, давайте следующий вопрос. Ещё у меня такой вопрос про нестареющие виды. Да, а в чём вопрос? Значит, ну, то есть их мало, и это объясняется прошедшими глобальными вымираниями в том числе, или нет, или это... Ну, во-первых, понятия не имеют. И без них их мало было бы. А, во-первых, понятия... Нет, а нестареющие виды вы имеете в виду, скажем, латимерию какую-нибудь? Виды, которые очень слабо морфологически меняются, хотя много времени прошло. Я имею в виду виды особей, которые живут очень долго, сотни тысячи лет. Значит, не знаю, откуда берётся способность к вот такому долгожительству. Этим довольно много народу пытаются заниматься. Ну, какие-нибудь эти самые голые землекопы, да, у них, значит, вот, которые... У них грызуны, но живут там в 10 раз больше, чем вот любые другие грызуны, да. Почему таких видов мало? Ну, по-видимому, опять-таки, к вымираниям это отношение не имеет, по-видимому, прямого, потому что появление голых грызунов исторически оно случилось там после всех этих вымираний. Ну, хорошо, нет, значит, ответ такой. Если бы я знал ответ на вопрос, какие эволюционные механизмы приводят к появлению вот видов, которые живут существительно дольше, особи которых живут существительно дольше, чем их ближайшие родственники, я бы, значит, во-первых, открыл бы кучу стартапов, а во-вторых, побежал бы за Нобелевкой другой ногой. Никто не знает. По-хорошему, какие-то отдельные биохимические, генетические отличия этих видов от всех остальных известны. Те же самые голые землекопы, там, вроде бы, они раком не болеют, непонятно почему. Иммунная система, по-видимому, как-то по-другому устроена. А вот почему виды долгожителей не завоевали мир, это интересный вопрос. Ну, например, представим себе, что долгожительство, я сейчас умозрительную вещь говорю, я не знаю, как на самом деле, представим себе, что долгожительство противоречит плодовитости. Что, вообще говоря, вполне правдоподобно. Вы можете ресурс вкладывать в увеличение количества потомства, а можете вкладывать ресурс в то, чтобы дольше жить. Но дальше легко посчитать, что там какой-нибудь вид, который живет 10 лет, но плодит какое-то неимоверное количество сыновей и дочерей за это время, ну, если особь, будет распространяться быстрее, чем особь, которая живет 100 лет, но за эти 100 лет приносит двух детенышей. Да, там какая-то арифметика начинается. А то, что нельзя быть одновременно и плодовитым, и долгожителем, к этому могут быть вполне фундаментальные причины. Это могут быть действительно просто встроенные механизмы, которые не позволяют, ну, нельзя быть одновременно здоровым и богатым. там, значит, вот черепахи, например, они очень много яиц откладывают. Выживаемость низкая, да. Выживаемость низкая, но черепахи, они, так сказать, черепахи все долгожители, там как бы, ну, хорошо, нет, значит, правильный ответ такой, не знаю. фантазировать по этому поводу можно довольно много. Да почему черепахи не завоевали мир? Не знаю почему, но вот как-то не вышло. Не могли бы эти виды, например, как сказать, раньше большее количество, да, а потом прошли вымирания, и те, кто, у кого слабая смена поколения, они просто отсеялись, ходили вот таких вот катастрофических событий или конкуренции с более успешным видом. Я понял, что вы сказали. Это вопрос хороший, интересный, и главное, на него, по-видимому, теоретически можно получить ответ, потому что мы можем просто по ископаемым костям посмотреть, сколько времени жили представителей видов, скажем, до этого кембрийского вымирания или там какого-то там, и после. Я таких работ не знаю, надо у палеонтологов спрашивать, я просто неправильный человек для этого. Если этого вопроса никто не задавал, то есть если, да, дальше ответ такой, если про это нет публикации, одно из двух, или люди про это подумали, у них ничего не получилось, соответственно, публикации нет, или никто не сообразил этот вопрос задать, и тогда у вас есть шанс там сделать хорошую работу, просто посмотревший продолжительность жизни там до вымирания и после вымирания. А общее правило такое, значит, там вот что может быть, смотрите, обычно дольше живут более крупные звери, а у более крупных зверей маленькие популяции, ну, потому что нужно много ресурсов. Маленькие популяции менее устойчивы генетически, да, в них накапливаются вредные мутации, это там известная теория. Поэтому, с одной стороны, крупным быть выгодно, ты больше живешь, и у тебя меньше врагов, и все виды, значит, стремятся стать крупнее, но когда ты становишься, значит, крупнее, выше, это такой человек, Леонард Полищук, он отсмотрел эти вещи в Московском университете, там как раз есть правильные статьи, то есть там на самом деле может быть действительно, вот, встроенный, я сейчас сообразил, может быть встроенный механизм, который, чисто экологический, да, который ограничивает время жизни. Ну да, популяция долгожителей, сейчас я пытаюсь просто сообразить на ходу, что у меня не очень хорошо получается, по-видимому, значит, популяция долгожителей не может быть большой, потому что у них не хватит ресурсов, чтобы прокормиться, а маленькая популяция генетически неустойчива, и они при вымираниях, да, они будут сильнее страдать. Похоже на правду. Ну, надо аккуратно посмотреть, опять, это просто не моя область, я боюсь награть сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ